Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. Среди зимних видов спорта, наверное, самый популярный, самый зрелищный, самый захватывающий – это фигурное катание, поскольку именно за соревнованиями международными, соревнованиями по фигурному катанию наблюдают миллионы зрителей по всему миру. Как обстоят дела с нашими латвийскими фигуристками? Какие перспективы у латвийского фигурного катания? Успехи, перспективы? Обо всем. Об этом мы поговорим с тренером наших лучших латвийских фигуристок, с Екатериной Платоновой, которая с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И сразу хотим поздравить вас и наших спортсменок с успешным выступлением на недавних соревнованиях в Софии. Первое и третье место у нас – Никола Фомченкова и Ангелина Кучвальская. Ура, ура. Я так понимаю, это ваши воспитанницы? Да, обе. И Ангелина Кучвальская – это, в принципе, уже сколько лет показывает блестящие успехи, тем более, что сейчас она уже выступает не в юниорских, а во взрослых соревнованиях, где еще больше конкуренция и гораздо, еще более сложно пробиться. Скажем так, наверное, получилось 10 лет. Юниорский возраст начинается с 13, Ангелине сейчас исполнилось 23, вот в этом году 10 лет, как она на большой арене фигурного катания. То есть осталось за малым, скоро надо ехать за золотыми медалями на Олимпиаду? Нет, на самом деле, ваш опыт многолетний, что подсказывает? Латвия способна завоевать рано или поздно золото, любую олимпийскую медаль в фигурном катании? Не одними же скелетонистами мы будем радоваться и гордиться. Я думаю, что мы можем претендовать на участие в Олимпиаде, в фигурном катании, но вряд ли сможем претендовать на медаль, потому что, скажем так, у нас нет такой ни базы, ни школы фигурного катания, как в больших государствах в России, в Америке, в Японии, в Канаде. То есть размер имеет значение? Но я имею в виду, что здесь, когда мы говорим про большие страны, у них есть больше финансовых ресурсов, у них есть больше выбора спортсменов, базы, тренерский состав, хореографы, врачи, физическая подготовка, физиотерапия. Это все, все работает. Ну хорошо, к нам же в Сигулду... У нас пока с этим сложно ничего. В Сигулду на трассу приезжают же спортсмены из других стран покататься, потренироваться. Мы же тоже, имея финансирование, можем куда-то отправить наших. Ну теоретически, мы фантазируем сейчас. Ну мне сложно сравнивать эти виды спорта. Фигурное катание, вапслей, саночный, скелетон, все это как бы там... Там, наверное, другая школа, история у нас есть, да, тех видов спорта. С фигурным катанием пока у нас еще не так сложилось. Нету, наверное, даже таких знаний у тренеров, чтобы они могли подготовить на такой уровень, как в России и в Америке. Но мы видим, что, например, сейчас в России огромнейшее количество всевозможных ледовых шоу идет и по телевизору каких-то, где выходят на лед совершенно непрофессиональные, там просто звезды театра, кино и так далее. Этим всем подогревается какой-то интерес, ажиотаж, как сейчас принято говорить, хайп вокруг фигурного катания. Понятно, что есть какая-то, очевидно, поддержка государства. И, ну, можно, когда большое количество детей приходит заниматься, можно отбирать и уже делать. Вот в Латвии какая-то такого рода программа, такого рода привлечение молодежи в фигурное катание происходит, финансирование государственное? В данный момент таких программ нету, но можно сказать большое спасибо этим российским проектам, потому что у нас сейчас такой бум в фигурном катании. Первая волна была, когда начинались российские проекты «Звезды на льду», там танцы со звездами. У нас был большой прилив маленьких детей, которые заполняли все катки, пошел такой бум развития. И вот сейчас началась вторая волна, когда появились такие российские звезды, которые девочки с четверными прыжками и очень популяризируются, эти соревнования проходят по всем каналам. Я в выходные прогулялась по Старой Риге, во всех ресторанах идет фигурное катание, это, скажем, такая большая популяризация. Все сидят, смотрят, и в выходные с утра до вечера мне звонки, возьмите фигурное катание, возьмите фигурное катание. Благодаря этому у нас вот за последний месяц очень много пришло маленьких детей, такого не было никогда за последние 10 лет. Это очень здорово и можно только приветствовать, но основная причина, зачем дети идут сами или родители их приводят? Ну, это как группа здоровья для общего физического развития или действительно какие-то очистолюбивые планы именно на спортивную карьеру? Ну, в три года вряд ли ребенок сам придет, да, это основные, как бы наши клиенты, три с половиной, четыре с половиной, когда дети приходят в фигурное катание. Их приводят родители, потому что родители смотрят на этих красивых девочек, которые катаются с вытянутыми ножками, с красивой осанкой ровной, с циркающими глазками, в красивых платьицах. Конечно, это все желание родителей, да, но мы можем только тренировать, да, в данный момент у нас очень много катков, но все катки платные. У нас нет поддержки государством именно аренды льда. Когда будет, ну, такая возможность, возможно, будет легче спланировать работу, чтобы работали большие спортсмены именно за счет государства. Пока это все ложится на плечи родителей, и, скажем, спортсмену кататься по три-четыре часа в день в группе пять-шесть человек, это нереально. Поэтому мы работаем в основном с детским спортом. Сколько, в принципе, стоит, ну, сразу определиться вот с тем, сколько должны вложить родители в ребенка для того, чтобы он мог заниматься полноценным фигурным катанием? Сколько стоит арена льда, костюмы, тренерские, всевозможные работы? Ну, мне сложно говорить про все катки, да, но в среднем цена льда – это 150-250 евро час, да. Если спортсмену нужно кататься по три-четыре часа в день и заниматься в залах с хореографами, привлекаются хореографы, которые занимаются программами, это тоже очень большие вложения. Костюмы, у кого одна программа, у больших девочек две программы, каждое платье – это тоже 500-700 евро, как минимум, шить хороший костюм. Коньки – тоже 500-800 евро, поэтому это большие вложения, да, но мы говорим сейчас про большой спорт, да, хотелось бы, чтобы именно маленькие родители, они платят, они знают, для чего они. Но когда мы работаем со спортсменами, нам хотелось бы, чтобы мы приходили работать со спортсменами, мы не думали, как мы оплатим этот лед, чтобы мы именно работали, да, а не создавали массовку, кто оплатит больших спортсменов. – В принципе, Федерация ведет какие-то переговоры, я не знаю, там, с правительством, с профильным министерством о какой-то поддержке? – Я думаю, эти переговоры идут постоянно, но это очень сложно, потому что пока, там, как бы, так все это взаимосвязано, пока мы не покажем высоких результатов на большой арене, наверное, все равно на нас не обратят внимания. Но в данный момент у нас показали такие большие два результаты, как будто только Денис Васильев, вот, лучший результат, третье место на Европе, да, и Ангелина Кучвальская, четвертое место. Но, наверное, этого маловато. – В любом случае, желаем новых успехов и другим спортсменам тоже. А, Екатерина, скажите, пожалуйста, вот эта некрасивая история вокруг Камилы Валиевой, она как-то отразилась, в том числе и на ваших воспитанниках, может быть, на той же самой популярности, и стали меньше приводить? Отпугивает подобное или нет? – Я думаю, что это никак не влияет именно на популярность, наоборот, сейчас, наверное, как раз-таки, куда ни открою везде, как бы, плохая реклама, наверное, тоже реклама, да, больше обращают внимание на этот вид спорта. Но я думаю, это больше политиков, в которые, наверное, мы не имеем права туда вмешиваться. – Ну, ваше профессиональное мнение этой ситуации со стороны, без подробностей, ну, такое человеческое и профессиональное оценка. – Ну, вот, как бы, это мое мнение, да, именно в фигурном катании, чтобы научиться четверной прыжок, не нужен допинг. Это нужна техника, сила воли, выносливость ребенка, ну, терпеть боль, потому что это постоянное падение, это как бы… Но тоже не всем нравится так сильно падать с высокой высоты, ну, для того, чтобы прыгнуть четверной, никто не будет употреблять допинг, да, это, ну, может быть, для выносливости, для какого-то другого, как бы, других видов спорта. Поэтому я не скажу, что российские девочки прыгают из-за того, что они употребляют допинг, поэтому этот вопрос, ну, всякое бывает в медицине, в каждом препарате может быть допинг. Ну, это дети, которые могут что-то принять неожиданно, может быть, как-то заболел животик, что-то сделали, ну, это не может быть в таких дозах, мне сложно комментировать, да. Я как тренер, я вот, когда, ну, пережила с Ангелиной Кучвальской все эти проблемы, очень сложно ходить за ребенком, чтобы он не запшикал ни те капельки в носик, чтобы он не выпил таблеточку там от боли в животе. Ну, очень сложно следить за всеми препаратами, поэтому всякое в жизни бывает, ребенок может принять какой-то препарат именно случайно, да, и вот это самое страшное для спортсмена, что он может где-то попасть по какой-то глупости, и, ну, к сожалению, это дети, мы не знаем, где он, в какой момент, что может взять какой-то препарат, да. Поэтому всякое в жизни может быть и с допингом, да, я не буду отвечать за Камилу Валиеву, но это дети, которые сложно контролировать каждую секунду. Ну, 15 лет человеку, конечно, хочется только пожелать всего, прежде всего, выдержки в этой ситуации, чтобы эта ситуация ее не сломила, и она продолжала заниматься. В данный момент она смотрит как балерину на льду, ну, величайшую фигуристку с высочайшими прыжками, которые, ну, сейчас вот детки говорят, все только они, все хотят быть похожи на нее, да, на ее костюмы, на ее внешность, ее артистизм, прически, все это, ну, такой эталон, который, ну, не хочется, чтобы сломали каким-то скандалом с допингом, да, И я думаю, что по поводу медалей, если ответить на вопрос, да, на вручение медалей на Олимпиаде, ну, может, какие-то разбирательства стоит потом как бы устраивать, но для спортсмена самое важное – это этот момент Олимпиады, да, для кого-то он там второй, третий участие на Олимпиаде, а кого-то, может быть, один раз в жизни. И этот момент, когда идет вручение медалей, ну, все этого ждут, да, может, какие-то разбирательства могут быть потом, но этот момент должны спортсмены пережить, которые и второе, и третье место получают. Я думаю, что это несправедливо. – Я вот хотел спросить все-таки, сколько продолжается карьера спортсмена вот в фигурном катании, и что происходит потом с теми, кто занимается? То есть, понятно, что ведь не каждый спортсмен станет тренером. То есть, вот как складывается жизнь дальше? – Ну, у нас сейчас пошло такое развитие фигурного катания. Многие девочки, которые закончили кататься там в 17-18 лет, сейчас пошли учиться в академию и работают помощниками на многих катках, ну, в больших клубах. Поэтому сейчас есть возможность, ну, помогать, помогать с маленькими самим развиваться. Кто-то уходит в другую отрасль, кто-то… У нас девочки многие пошли на физиотерапию, да, в Страдане сейчас, я думаю, что учатся и будет… У нас многие специалисты будут, я думаю, работать также с фигуристами именно в виде физиотерапевтов, да. Это сейчас очень, как бы… Мы нуждаемся в этой помощи врачей, которые именно имеют какое-то отношение к фигурному катанию. Я думаю, что в какое-то время у нас будут свои специалисты из бывших фигуристов. – А продолжить просто профессиональную карьеру, ну, я не знаю, в каких-то танцевальных шоу, даже за границей, которые, в принципе, очень популярны, ледовые шоу? – Ну, не все готовы на это терять какие-то годы в других странах. Это тоже, как бы, ну, кто-то смотрит на свою жизнь немножко по-другому, да, кому-то нужно уже в 25 лет, не знаю, иметь семью детей, а многие в шоу катаются до 30-35 лет. У каждого свои, как бы, ну, цели в жизни. Мне сложно говорить по поводу шоу. Это такое немножко заманчивое предложение, очень красивая жизнь, но очень сложно оттуда уйти. Поэтому не все туда решаются залезть, как говорится, в эти шоу. – Недавно я читал просто мемуары Жилина, ну, вот, где он рассказывает о своей тренерской работе, и там очень много, ну, конечно, таких вот достаточно и пикантных, в том числе, деталей, и о всевозможных интригах на льду. И понятно, что соперничество часто бывает очень, может быть, с какими-то подводными камнями. Вот насколько действительно для спортсменов это очень болезненный вопрос и возможности поражения, и того, что это может быть просто какая-то случайность, то есть вот очень много решает случай, и спортсмен может готовиться всю жизнь к выступлению, а просто вот что-то может пойти не так. – Ну, я думаю, вы тоже слушали комментарии вот сейчас на Олимпиаде по поводу многих спортсменов, да, даже Алексей Ягодин высказывал, что вот определенная спортсменка на тренировке ничего не делает, не получается, не удается ни тройны, ни каскада, ничего. А спортсмен выходит и вот в данный момент, в данную минуту на старте делает все. Да, поэтому вот, ну, это, наверное, нервная система, это какая-то подвнутренняя подготовка, внутренний стержень. Который вот именно отличается, вот, хороший спортсмен, который может собраться в данную минуту, да. Можно на тренировке делать все, что угодно, но ты должен выйти на арене зрителям, показать все, что ты умеешь, а не как раз-таки на нервной почве с трясущимися коленками показать, то, что ты, ну, не умеешь. – То есть вопрос концентрации, да, много? – Да, много спортсменов, которые не могут совладать с большим залом, то, что ты один на льду, то, что на тебя все смотрят, ответственность перед страной, перед самим собой, все потерянные годы, вложенный труд. Вот в эту секунду ты должен показать все, да. Не все психологи могут помочь в этот момент. Вот это отличается именно большой спортсмен, который может справиться со всеми проблемами, и отключиться, выйти, танцевать для себя, для страны, для родителей, для тренера, потому что тренера тоже вкладывают полжизни в этих спортсменов и хотят увидеть тот звездный час на Олимпиаде, на мировой арене, чтобы спортсмен показал свой максимум, чтобы все были довольны. – Что же, желаем как можно больше успешных спортсменов в Латвии, и лично вам, и пиков в карьере, и медалей, и соревнований, и развития фигурного катания в Латвии. Тренер лучших латвийских фигуристок Екатерина Платонова была с нами. Огромное спасибо, хорошего дня, всего доброго. – Спасибо. – Да, у нас в эфире небольшая пауза, после которой вернемся с новым гостем, представителем Министерства обороны, поговорим об очень серьезных вещах. Минобороны запустила информационную кампанию, которая называется «72 часа». Что за 72 часа? Что важно в эти 72 часа успеть? Обо всем об этом через несколько минут.